Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Сегодня я хочу, как и обещал, провести небольшое интервью с очень интересным человеком. Это Павел. Он живет сейчас в Непале. Здравствуйте, Павел. Намасте. Добрый день. Добрый. Мне вообще очень много интересно. Во-первых, где ты живешь в Непале? Катманду или где-то еще? Всем привет. Поскольку я нахожусь здесь достаточно долго, более четырех лет, то я пожил здесь практически везде. И у меня есть предпочтение из городов, в которых я живу примерно на дистанции 5 месяцев. Потому что желательно все-таки менять место, где ты находишься, по многим причинам. Потому что в разных местах, в разное время, в разный сезон действительно есть различия. И в основном зимой в Покаре. Это такой город 150 километров от Катманду, где находится огромное озеро Фево-Лейк называется. Оно занимает здесь площадь, ну как целый город, только озеро. Вот, и здесь комфортно зимовать. То есть, почему я вот до сих пор в Покаре нахожусь, потому что здесь южнее, здесь теплее. Вот, как интересно. Мне казалось, что Непал очень маленькая страна, и там вообще нет различия в климате. Мне тоже так казалось, но это оказалось совсем не так. Причем из-за того, что здесь горы, и если находиться на высоте, даже вода закипает по-другому. То есть, например, здесь яйца варятся 20 минут, а в России их можно варить 10 минут. Почему? Потому что здесь температура кипения, она номинально ниже. Ниже, да. Да, я понимаю. Интересно. Если в Читпан уехать в джунгли, поближе к Индии, так там вообще жарища и пекло настоящее. Там тяжело летом жить, например. Зимой хорошо, тоже там тепло. Вот, а если севернее Катманду, там очень ощутимо холоднее. В Катманду, в Буддани-Лаканте на севере, в Катманду я жил тоже в том числе, там снег выпадает. Интересно. Так, ну скажи, пожалуйста, а вот как ты общаешься с людьми, с местными? Там русских-то не так много, я так понимаю? Может, точное количество русских я не смогу назвать, но пересекаемся мы действительно редко. И непальцы великолепно все говорят на английском, причем даже бабушка в ларьке будет знать, по крайней мере, базовый английский, чтобы с тобой посчитаться и чтобы ты купил все, что тебе необходимо. То есть, даже в какой-нибудь глухой деревеньке английский знают, все говорят как-то. Обалдеть. Ну, но говорят. Обалдеть. А как относятся к иностранцам, ко всяким там? Они обожают прям очень хорошо. Здесь всех любят. Очень такая страна с людьми, которые, во-первых, так на минуточку сочетают, вот хоть страна и маленькая, но здесь сочетается огромное количество совершенно разных и религиозных культур, от индуизма, христиан, католиков и так далее. И никто не вступает ни с кем в конфронтации, потому что здесь очень межрелигиозная община и все с разными совершенно своими какими-то убеждениями. И тут к этому очень большой респект. Да и вообще основная направленность – это буддизм, а буддизм подразумевает терпимость, спокойствие, принятие и шанти-шанти. То есть, здесь очень спокойные люди и туристов они очень любят, потому что туристы привозят денежку. Я, на самом деле, был в Шри-Ланке и меня там потрясло, что вот отсутствие агрессии полное, то есть никогда не услышишь на улице какого-то вот ворчания такого или там какой-то вот кто-то кого-то отчитывает, кто-то на кого-то гневится. Этого нет. Это, ну, я там был всего четыре дня и я это отметил, и для меня это было, ну, достаточно неожиданным и удивительным. В Непале такая же ситуация. Более того, я видел своими глазами очень редко, кстати, здесь ДТП происходит крайне редко. То есть ездят вообще, наверное, со скоростью 40 километров в час и всех устраивает. Но когда происходит ДТП, я много раз видел, люди выходят из машины не ругаться, они улыбаются. Они улыбаются друг к другу. Вот незадача, улыбаются все целые, живы-здоровые. То есть здесь в первую очередь ценится жизнь. Вот. А машина, ну, поцарапалась там, отремонтируешь. Как правило, все мирным путем решается прямо на дороге. И я это прямо вот первое время прям шокировал меня. Ну вот, мне это знакомо, я просто хотел это, чтобы, ну, отметили мы и проговорили, по крайней мере. Скажи, пожалуйста, а вот ты живешь где-то, снимаешь помещение или при монастыре, скажем? Был у меня период, когда я при монастыре жил, но там тоже был интересный опыт. Пожалуй, начну с него, потому что как только я приехал в Непал, я жил где-то 4 месяца в монастыре. Мне выделили комнату, звуковая студия. Там при Искон-Мандире есть звуковая студия, где они записывали какие-либо песни, альбомы. И мне даже дали задачу сделать радиостанцию онлайн. Вот. Я это сделал. И мне как бартер. То есть я жил и не платил за жилье, пушил бесплатно, но сделал им вот эту вот радиостанцию. Им было надо вот, чтобы они там тоже могли какие-то проповеди свои там вот эти проводить и так далее. Вот. А в дальнейшем, конечно, снимаешь. Здесь жилье крайне низко стоит, недорого. То есть, ну, на рубли, если переводить, средняя цена. Здесь жилье комфортно. Вот. Как правило, надо искать апартаменты именно не отель, а апартаменты со своей кухней. Обходятся в 10-15, ну, в крайнем случае 20 тысяч рублей. Вот. Но 20 тысяч рублей – это уже какой-нибудь прям уровня, прям квартиры такая будет с кондиционером. Вот. А так вообще за 15 тысяч в среднем, можно договориться, в месяц. Вот. Непальцам хорошо. То есть на их курс это около 20 тысяч рупий, и они и довольны за такие денежки сдавать. 20 тысяч рупий примерно непальских, правильно? Да, да. В Непале и в Индии одни и те же рупии? Нет, разные. Тут даже есть прям наименование именно непальские рупии – НПР. Вот. Не путать, аж курс сильно. Просто в рублях – это очень сейчас проблематично выставлять, потому что сейчас рубль… Я могу пола сказать, что это 100 баксов в месяц. 100 долларов, да, примерно? Да, 100, 130 долларов в месяц, 150 и выше – это уже, если хочется, прям комфортненько очень устроиться. Есть, конечно, и на любой кошелек. Вот. Но, как правило, надо вот все-таки со своей кухней, потому что разориться можно, если в кафе питаться все время. Хоть цены и не кусаются, но все равно вот мало кто может позволить есть каждый день вот кафешка. Это, ну, естественно, дороже. Пошел продукт, купил где-то там на пол, ну, на неделю там на пол хватило. Понятно. А скажи, пожалуйста, вот в Непале они там все сплошь вегетарианцы? Неправда. Наоборот. Причем буддизм не запрещает есть мясо, запрещает именно разделывать тушку, убивать, естественно. А если уже приготовлено и ты съел, все нормально. Вот как бы нужно понимать, что абсолютно здесь выживаются, повторюсь, не только разные религии, но и этнические какие-то группы. А вот, пожалуйста, с едой тоже никаких конфликтов. То есть в том же самом кафе, где вегетариан подается, там можно и мясное заказать. Ну, есть специализированные, где только вегетариан. Ну, туда мясоеды как бы не ходят. Вот, как бы есть. Все все едят. Курицу они обожают, свинину. У них очень козленок популярный, матан. То есть они козликов едят, курочку, баф, бочков. Говядину нет. Нет, вот коров нет, коров тут ни в коем случае. Это священное, да? Да, да. И прямо они вот там на улице ходят, как показывают картинку? Да, это действительно так. Действительно так. Они мирные, добрые, очень животные. Их тут все очень любят. Потому что много, большая прослойка идет именно из писаний священных, религиозных, о том, что корова священна. Понятно. Ну, и вообще. А сколько примерно уходит денег на продукты в месяц? Зависит, конечно, от уровня потребления. Я на себя-то, на одного человека легко могу прикинуть, потому что я ем вообще два сутки. Это хорошо, если два раза. А так и одного раза хватает. Если честно, тут очень по-другому работает, наверное, метаболизм, потому что чувство насыщения энергии на весь день хватает. То есть если не часто кушать, чувствуешь себя, наоборот, более энергичным. То есть два раза в день – это норма. Три точно будет перебора. Поэтому, если отвечать на вопрос, ну, примерно столько же и уходит. Сто долларов. Ну, да, 150 вот так вот. Ну, это, опять-таки, по предпочтениям. Сыр, если постоянно покупать, он относительно дорогой. А там сыр есть? Конечно. Причем очень много локальных магазинов. Очень развито сельское хозяйство, именно где простая маленькая какая-нибудь там лавочка может продавать свой абсолютно продукт. Это свежее молоко, это сыр и куча-куча всяких классных. Здесь молочка очень классная, очень вкусная. Да и вообще продукты в уровне качества зашкаливают, потому что натуральнее и вкуснее. Вот не знаю, где еще можно купить. Местная кухня очень острая? Ну, по умолчанию вообще, конечно, да. Но непальцы гораздо более адаптированы в сравнении с Индией, к европейскому желудку, и поэтому они нормально, адекватно понимают, когда ты им сказал, zero spicy, то есть никакого вообще перца. Они не добавят и не будет ничего острого. Все можно есть. Здесь насчет пищи интересный вопрос, потому что у них это целый культ, и сама трапеза у них самая распространенная – это долбат. Долбат – это очень интересное сочетание всех абсолютно вкусовых рецепторов. Там соленая, кислая, сладкая, острая, горькая. И благодаря тому, что когда ты кушаешь и задействуешь все органы чувств, ты чувствуешь настоящее насыщение, потому что в этом случае все сигналы в мозг отправляются, и у тебя полностью ощущение насыщения. И это блюдо придумала народность, которая называется навари. Навари – это такой народ, который как раз-таки самый древний в Непале считается, и они как раз-таки в горах и жили. И они и придумали вот этот стиль подачи еды. Это рис и множество маленьких тарелочек. Есть специальные даже заведения, где традиционно тхали, называется сет, готовят тхакали. У них несколько названий, но суть та же. И очень это вкусно, нажористое. Нельзя сказать, что это остров, потому что там действительно все вкусовые радуга настоящая. Очень интересные ощущения. Слушай, ну хорошо, вот жить дешево, да. Ну, во-первых, ты, наверное, работаешь все-таки в связи с Россией, как-то деньги получаешь из России. Каким образом? По-разному было. Я и с Россией работаю, и с Канадой работал, и с Украиной в том числе, то есть с непальцами. У меня множество проектов уже здесь было реализовано. Если говорить про Россию, то, как правило, я устраивался полностью официально, самозанятым, и подписывал все необходимые соглашения, договора, соглашения о неразглашении и так далее. И все прекрасно платится на российскую карточку. У меня есть Райфайзенбанк, работает здесь великолепно, и Тинькофф в том числе. И прямо сейчас работает? Да, даже сейчас. То есть Тинькофф работает сейчас там, да? Да, с ВТБ проблемы большие, а вот остальные банки... Понятно. Понятно, классно. Так, это очень важно. То есть совершенно спокойно я могу тебе, например, послать деньги сейчас вот с Тинькоффа на Тинькоффа, у меня есть Тинькофф, и ты совершенно спокойно их можешь снять в местных рубиях, правильно? Да, если идти в банкомат. Но я по-другому абсолютно снимаю деньги. Намного выгоднее, потому что банкоматы просто сдирают три шкуры. Без шуток вот 20 долларов беспощадно списывают. Хоть там и написано, нарисовано, я бы даже сказал, что якобы 500 рупий заснять. Это все неправда. Они, во-первых, на курсе очень сильно, они его снижают действительно сильно, процентов на 10. И все это, если сложить, посчитать, улетает, вот я хочу снять 10 долларов. Ну, по сути, я должен там около 15 заплатить за это комиссию, банкомату. Ну, вот это вообще нереально. Я говорю, ребятам, дайте мне банковский счет ваш любой. И я его забиваю вот в эту программу, Пайсен. И она списывает мне прямо с карты деньги по адекватному курсу. И платежное поручение направляется сразу на вот эти реквизиты. И приходят они через вообще минут 30. Желательно это в рабочий день, в рабочее время, естественно, делать. И, как правило, я жду около 30 минут. Все, денежка приходит. Они мне вот так вот отсчитывают кэш. Потому что у них уже денежка на банковском счете. Но с Чехии в пятницу пробовали, не прокатило. Видимо, с Европой все-таки это работать не будет. А вот с Непалом, с Азией все хорошо. Вот прям информация очень свежая. Пайсен с чешской карты не прошел в Непал. Нет, из России в Чехию хотели отправить. Не получилось. А вот с Чехии, как бы у меня дочь сейчас в Чехии. Поэтому я как бы здесь я примерно представляю. Не получится, да. Вот я уже тоже и через Пайсент пытаюсь зарегистрироваться. Там не проходят с Тинькова платежи. А вот, скажем, с Киви, например, с Тинькова на Киви совершенно спокойно я пополняю Киви кошелек. С Киви кошелька на Пайсент, по-моему, идет нормально. Интересная информация, да. Правильно ли я понял, что все-таки у тебя нет там счета своего в банке в местном и ты вот именно через такие конторы, да? Да, все правильно. Насчет банковского счета расскажу историю. Когда я закончил проект с радиостанции в Испан-Мандире, я неофициально устроился в Дворец культуры при посольстве Российской Федерации и точно такую же делал для них работу. Тоже радиостанцию. Выяснилась очень интересная штука. Здесь не получается оформить даже трудовую визу с некоторым сотрудником при посольстве. И не дают вот непальцы визу рабочую. Вот так вот. И пришлось в тот момент некоторых сотрудников, и я в том числе попал под это решение, значит, через студенческую визу здесь оформлять, чтобы остаться на подольше. И для оформления этой студенческой визы обязательно наличие счета в Банке Непала. Значит, как проходила процедура? Вообще стоимость открытия счета в Банке Непала в среднем около 300 долларов просто за его открытие. Но самое смешное, что его открывают ровно на тот срок действия визы, который у тебя прописан в паспорте. Вот если там на три месяца, значит, будет счет так и написан. Открыт, да, там 0,3-го, там 23-го. Вот. И в этом смысле здесь абсолютно нет вообще резона открывать этот счет, потому что он бесполезный, Непал отключен от свифта и не был никогда к нему подключен. И здесь для меня это, например, то, что вот в России ввели вот эти санкции со свифтом, это привычная уже совершенно обыденность, потому что я здесь 4 года без этого свифта прекрасно существовал. Ну вот. И, в общем-то, смысла открывать счета нет, просто было необходимо это сделать для получения студенческой визы. Там не берут в институт по изучению непальского языка, там такой есть курс специальный, на него все туристы идут, чтобы получить студенческую визу. Вот. То есть в итоге обходится 300 долларов открытия счета, потом обязательно нужно положить больше 1500 долларов просто на счет и выписку сделать из банка, что вот смотрите, у меня 1500 долларов лежит на моем банковском счете в Непале. Только после этого тебя могут принять, принимают в институт, списывают за обучение около 500 долларов и только после этого ты уже со всеми бумагами, что тебя приняли, зачислили, ты оплатил, у тебя есть деньги на счете в банке Непала, ты уже приходишь в иммигрейшн и говоришь, дайте мне студенческую визу и еще за нее платишь за каждый там месяц. Ну, в итоге тоже там около 500 долларов за полгода. Получается, ну, около 2000 долларов нужно приготовить, как минимум, чтобы получить какую-то там вот эту визочку на полгодика и потом ее точно так же продлевать, мучиться. Вот. И здесь с этим сложно и смысла, повторюсь, в Непальском банке абсолютно ноль. Я понял. Все-таки виза нужна там и как бы вот это все достаточно сложно оформляется, да? Здесь она достаточно ограничена, то есть 5 месяцев туристическая, потом 5 месяцев студенческая, можно выезжать и заезжать обратно, чередовать это, но, в общем-то, так все и живут. То есть покидают Непал, выезжают, потом выезжают обратно, ну, вот, собственно, и я так тоже делаю, и все так делают, то есть обновляется. То есть 5 месяцев живешь, выезжаешь в Индию, снова выезжаешь? Да, я пойду, что я переезжаю постоянно. Ну, зависит от времени года и так далее. А в Индии ты тоже был достаточно много, да? Да. Но я там очень люблю Вриндаван, люблю Ришикеш, я непопулярные места в Индии посещал, и подолгу я там жил, прям очень мне там нравилось. А вот скажи, интересно, говорят, в Индии там очень грязно, там какая-то все это вот мусор, раздражает метро? Ну, неправда, грязно, в общем-то, можно везде найти какую-нибудь свалку неприятную, даже в Непале, но в Индии есть отдельные места, действительно, где просто, как правило, живет какая-нибудь колония, какой-то, у них очень все раздроблено, там, своя администрация, свои правила. У кого-то это нормально из окна вываливать, действительно, мусор прям себе под окна, вот прям вот, и все, и пусть гниет. Вот, но это, повторюсь, вот тот же Нью-Дели, тоже грязный, его, конечно, убирают, там, вот эти, их местные ЖКХ. Вот, а если брать Ишикеш, если брать Вриндаван, то ни в коем случае, там, наоборот, настолько высокий уровень и морали, и всего, там мясо вообще не купить, даже элементарно, яйца, там, вот там, да, там, действительно, очень строго, с вегетарианством, там, совсем, никакой грязи, ничего там нету, все это неправда. Понятно. То есть, она ее убирают, как бы. Понятно. А скажи, вот сейчас, на чем ты зарабатываешь деньги как-то, есть какой-то бизнес там и так далее? Да, я в данный момент попал в потрясающую команду студии Марии Брэнли, это продюсерский центр, который помогает YouTube каналам взлететь в топ, собрать там свою миллионную аудиторию, ну, в общем, профессиональный такой консалтинг, аутсорсинг, поддержка YouTube канала. Вот. Очень у нас амбициозные планы, меня очень это тоже подкупило, почему я именно к ним присоединился, потому что тоже амбициозные планы, и это хорошо, когда у вас целая команда большая, это действительно объединяет, потому что один в поле не воин, ну, вот. И выход сейчас у нас первостепенно на западный рынок монетизации, помочь и российским тоже, в том числе каналам, получать денежку, потому что там она действительно в 10 раз больше. Недавно было у нас даже совещание, мы узнали объем рынка, именно русскоговорящего за границей, за пределами СНГ, 150 миллионов. Это число русскоговорящих зрителей. Это именно русскоговорящих даже? Да, да, вот в том-то и дело, что это именно те, кто смотрят, именно понимают русскую речь и смотрят на русском языке контент. Это очень свежая информация, то есть это еще один рынок, только, ну, по объемам такой же, как Россия, только вне России. И самое приятное, что там монетизация работает просто прекрасно. И там не, как в России люди пытаются что-то, как правило, продать через свой канал, то там абсолютно в этом нет необходимости. И даже это не особо-то и предусмотрено, потому что все полностью, ну, зарабатывают на монетизации, потому что там она около 30 тысяч долларов в месяц. Вот, это, ну, если в России 3 тысячи, это хороший канал, 3 тысячи долларов, то там 30 тысяч, столько, ну, с такими же, да, параметрами и объемами. Вот, то есть это очевидно, что нужно с западным рынком работать, и тем более на такой платформе, как и тут. А какие темы? Темы какие? Тематика очень много именно в сфере образования, в сфере инвестиций. Сейчас вот тоже очень интересуются люди вообще, что там происходит с этими вообще всеми финансовыми потопами. Товарный тоже точно так же бизнес, твердый ритейл, какие-то курсы, ну, в общем, на любой вкус на самом деле. То есть, если взять гейм-индустрию, разработчиков, то есть в каждой нише, я думаю, найдется тоже определенное место, которое занимает не так много каналов. И, как правило, если проводить аудит этих каналов, они недалеко от идеала. Вот, и мы как раз-таки на этом специализируемся, именно в идеальное состояние приводим YouTube-каналы. Ну, вот, за счет чего они обгоняют этих конкурентов и занимают как раз-таки их места и едят их аудиторию. Как интересно. То есть, финансовая тема тоже как бы для СНГ нормально идет? Да, очень. Особенно трейдинг, особенно с крипто. Сейчас уже даже из любого тюга уже слышно, что и Россия хочет очень активно участвовать с точки зрения обмена даже ресурсов за биткоины. Я обалдел, когда это услышал, но это действительно... Да, так будет, да. Так что эта тема не то, чтобы она наоборот, только еще больше и еще больше наберет обороты. Вот. Я очень тоже верю, я сам трейдингом занимался, именно с криптой работал. То есть, я в этом тоже относительно своего такого диванного уровня, но разбираюсь, как бы понимаю, что там куда движется и как. Но есть мечта свой, конечно, здесь такой наладить экспорт. Это такая обязательная вещь, потому что в Непале уникальный есть продукт, которого нет во всем мире, просто больше нигде. Стоимость этого продукта – это гриб. Стоимость этого гриба за килограмм более 25 тысяч долларов уже. То есть, эта цена тоже, кстати, как биткоин, она растет постоянно, потому что ресурс ограничен. И Ярсагумба называется, это гималайское золото. Кардицепс его еще называют. Очень здесь он высокого качества. И у меня лучший друг Непалец есть. Я уже 4 года с ним общаюсь. Он 7 лет занимается очень серьезным кардицепсом. Своей фермы. Он добывается на высоте более 3,5 тысяч метров. В определенных условиях появляется это маленькое настоящее чудо с точки зрения вообще природы. Потому что это тот самый случай, когда 1 плюс 1 равно 3. То есть 2 соединяются, 2 организма соединяются и превращаются во что-то совершенно новое, третье. И кардицепс, он, во-первых, очень полезный. Он детоксикацию делает, он прям чистит организм. Ну, там колоссальное количество у него целебных свойств. Сейчас его очень активно прям исследуют. И я очень хочу здесь помочь Непальцем наладить, соответственно, экспорт в Россию этого чудо-гриба. И на это надо все лицензии и разрешения, что у меня уже имеется. То есть на экспорт здесь все очень за этим строго следят. То есть кто угодно не может просто взять и отправить там этого кардицепса. Это тут с подстрожайшим контролем. Ну вот. И мне очень интересно. Как бы вот такую оздоравливающую историю выдвинуть на рынок России и стать в идеале прям монополистом. Там прям вот какой-то сделать настоящий маркет. Чтобы... А что это за гриб вообще, так сказать? Он что, растет как подберезовик или... Целая удивительная история. Изначально это гусеница. Но эта гусеница живет своей жизнью до определенного момента. И в какой-то момент она встречается с этим грибом кардицепсом. Он прорастает к ней в голову, в гусеницу. Берет под ней полностью контроль. Дальше гусеница выполняет уже функции, ну как гриба, что грубо говоря он повелевает этой гусенице. И как правило занимает позицию максимально направленную к солнцу, чтобы как следует вырасти. И все. Как только позиция выбрана, он как правило за листочек за какой-то, вот зацепляется эта гусеница. Все. Дальше гриб полностью прорастает уже в эту гусеницу и становится полноценным кардицепсом. Вот. То есть это очень интересный процесс. И до сих пор ни один ученый не может вообще объяснить, как это вообще так просто происходит. Потому что, ну здесь вот какая-то немного магия прям с этим перевоплощением. Вот. Поэтому, ну вообще он известен очень, кардицепс. Он в Азии очень популярен, во Вьетнаме, в Китае. Его постоянно покупают именно килограммами прям. Потому что он крайне ценится и, ну, постоянно. А как его применяют? Это фармацевтические компании или просто самому можно спорить? Да, именно как фармацевтические компании. Из этого делается самая вообще мощная, наверное, Виагра в мире. Потому что это очень улучшает именно мужское вообще здоровье. То есть это в первую очередь для мужчин очень полезный грипп. Вот. И он просто очень полезный в употреблении постоянно. Он очищает организм вообще от абсолютно всех, ну, каких-то токсинов, тяжелых металлов. Каких-то вот, вот все, что не нужно, он как бы выводит из организма. И иммунную систему укрепляет. То есть там можно посмотреть, есть целые разборы, подробные видео. Там по 40 минут рассказывают про этот грипп, вот, про его свойства. Сможешь скинуть? Да, обязательно пришлю, потому что я это буду популяризировать так или иначе в России. Вот. И вот думаю тоже, с какого ракурса поступиться. Скорее всего, я точно так же буду делать YouTube-канал. И именно снимать в формате такого discovery. Как его добывают. Прям вот экшен такой съемки. Очень интересно. Считать эти фермы, как вот его добывают, как его фасуют, как он вообще выглядит. Вот. Обзоры на него делают. То есть я кардисепсу отдельно хочу прям тему посвятить. Потому что про него в России еще пока мало кто знает. А вот как бы вся Азия им питается. Правильно ли я понял, что ты специалист в основном все-таки по всяким студиям, звуку, вот, видео, да, и так далее? Вообще, да, у меня айтишное образование в сочетании с гуманитарным. Я и на айтишника отучился, и на сценариста режиссера. То есть у меня такое тут еще есть маленькое отступление. Мой дедушка – режиссер и основатель довольно популярного в СССР шоу «Кабачок. Тринадцать стульев». Опа, я знаю его, да, конечно. Анатолий Григорьевич Корешков. Вот это мой дедушка. И я еще в 15 лет очень вдохновился тем, что у меня такой известный дедуля. И поэтому тяготел сразу к кино, к сценариям. И для меня вот как раз-таки YouTube оказался в идеальной платформе, где как раз можно сочетать вообще все свои навыки, в том числе в IT, съемки, обработки видео и так далее. Я даже могу показать, у меня есть некоторые там материалы уже готовые. Я просто их буду публиковать, ну так, ударно, так скажем. Сначала я наснимаю в достаточном количестве, а уже потом все это красивенько выложу, оптимизирую, тоже с SEO там поработаю. А IT-специалисты, что имеется в виду? Ты программист или вот именно интернет, всякие вот эти вот штуки? Ну, вообще и программист немного, и разработчик. То есть я в этом смысле получил довольно широкий профиль образования. То есть начинал я с радиоэлектроники. То есть у меня первый вообще мой проект, который я запустил, это были беспроводные интернет-сети для бизнеса. То есть для удаленных объектов, это, как правило, какие-то заводы, предприятия, которым очень дорого кабель прокапывать, там траншеи и так далее. Я решал этот вопрос при помощи обеспечения высокоскоростного канала связи. И это очень помогало, даже Агуша, детский заводик, вот этот мы подключили в очень тяжелых условиях. Тогда минус 20 где-то было на улице. И большой расстояние там 30 километров под Дмитровской областью, просто непроходимые поля. И мы все равно протянули потрясающее качество интернета туда. Дальше я просто ушел больше в разработку. Это создание сайтов, это настройка каких-то бот-программ, каких-то плагинов, ява-скрипты. И впоследствии научился хорошо делать IVR роботов, собирать, озвучивать. Это очень классные такие инструменты, которые помогают автоматизировать бизнес. Вот, то есть в основном мои навыки в IT, они направлены на какую-то автоматизацию бизнеса, улучшение, апгрейды. Вот, либо разработку вообще какого-то продукта. А все-таки ты учился в институте каком-то, да? Да, институт компьютерных технологий в Москве. Да. Здорово. Здорово. Ну, то есть вот сейчас ценятся как раз вот айтишники, говорят, вот чем заниматься, и, ну, вот как тему, да, чем заниматься. А непальский язык ты уже тоже изучил? Нет, непальский я чуть-чуть совсем знаю, такие всякие простые вещи. Мне он просто не заходит. У меня есть стремление английский совершенствовать все время, а непальский зачем? Нет смысла абсолютно говорить. И он тебе не нужен там, насколько я понимаю, правильно? Нет. То есть английского вполне хватает полностью? Да, 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 здесь очень хорошо они говорят. Здорово. Так, ну, честно говоря, я думаю, что вот все вопросы, которые я хотел задать, я задал. Спасибо огромное, Павел. Я надеюсь, что это, ну, не последний раз мы с тобой общаемся, и ссылочки... Удовольствием тоже. Да, на все материалы я предоставлю. Вот. Ну, спасибо огромное, и до встречи. Слава, что пригласили, было приятно пообщаться. Вот. Успехов. Вот. Если что, я тоже на связи.